Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, хочу напомнить, сообщить, что я не профессиональный журналист. Это мой личный блог. Я просто живу в Турции, перевожу на русский язык новости, происшествия, все, что здесь на стране происходит, что может быть интересно иностранцам в Турции. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал. Если вы хотите следить за самыми свежими, актуальными новостями каждый день и не дожидаться видео на канале, то, милости просим, в телеграм, подписывайтесь, следите. Там очень много интересного. Давайте приступим. Итак, у нас сегодня, конечно же, выбор наполовину политический, потому что мы в преддверии завершающего этапа выбора второго, который произойдет у нас в воскресенье. Естественно, ожидание последней недели. Кому свои голоса 5% этих отдаст Синаноган? И он их отдал Эрдогану. Не будем таять. Думаю, кто следит за новостями, вы это все видели. В телеграм-канале это тоже все отражалось. О чем это говорит? Ну, скорее всего, о огромных шансах безусловной победы президента. То есть останется все так же, как и было. То есть такая же политическая партия, Ак-Партия. Плюс они еще в парламенте на выборах забрали больше половины мест. В общем, таких огромных перемен, каких-то реформ в плане новой власти пришествия, ну, пока что, как минимум, их шансы тают и уменьшаются. Честно говоря, ожидалось больше накала страстей, больше предвыборной гонки, еще больше провокаций, скандалов, грязи какой-то и всего-всего, что с этим связано. Но, на удивление, пока что еще тихо. Конечно, еще не вечер, еще несколько дней у нас до выборов. И, как мы помним, в прошлый раз активизация вся произошла буквально за несколько дней до выборов. Прям обострение произошло, конфликты, заявления яркие, дерзкие, провокации, видео выпускали. Пока что сейчас, на данный момент, все очень довольно-таки тихо и предсказуемо. Панчи бесконечные, религиозные, национальные темы, они были в самом начале, первые дни после первого тура выборов. Сейчас это все подстихло. Просто каждый из представителей, Эрдоган и Качалу-Долу, они заняли конкретные стороны. Президент, на какой он позиции сидит, а чем приманивает, скажем так, молодых избирателей? Сейчас борьба идет за молодых избирателей. 50 тысяч турок за эти две, даже не две, полторы недели повзрослели и вступили в возраст совершеннолетия. 18 лет у них появилось право голоса. Все равно это голоса, за них тоже борются. Прям вообще очень заметно удар. Ну, как бы у оппозиции он и продолжается на молодое поколение, их будущее. Но у президента очень сильно заметно перекос в эту сторону их партии. Раньше они такой упор на молодежь вообще не делали. У него упор сейчас на молодежь. На восстановление после землетрясения мы не оставим больных, раненых, раненую, в смысле, территорию, где было землетрясение, пострадавших, в общем, людей и так далее. Будем их поддерживать. В принципе, позиция такая, что все останется как есть, будет стабильно, замечательно. Я буду продолжать вести страну к какой-то геополитической независимости. И мы будем сильными участниками на мировой арене. В свою очередь, оппозиция на что давит в своих предвыборных роликах, фразах, призывах каких-то. Тоже давление на молодого, конечно же, избирателя, на тех, кто за перспективу. Но их возраст чуть-чуть повыше. Это 25-35-40 лет на вот этом поколении, которое по факту и составляет экономический костяк страны. Кто больше зарабатывает денег, работает, перспективы. И кто еще поживет какой-то период времени, да, будет еще приносить в казну и платить налоги. Там идет упор тоже на будущее. Жесткие высказывания националистические, радикальные, я бы даже сказала. Вообще-то демократии на самом деле не пахнет. Это моя личная оценка, да. У каждого может быть свое. Напишите, как вы считаете, демократичны такие заявления или нет. Но тут не про демократию, на мой взгляд. Демократия должна как-то по-другому, да, выражаться. Но выражения такие, что выберите нас, и мы всех сирийцев отправим обратно. Точнее, они называют это беженцы. Не говорят конкретно. Но вот прямо есть один лозунг про сирийцев был. Но это прям уж прям фокус такой. Все прекрасно в стране понимают, что тема беженцев, нелегалов очень острая. И именно идет, надо разграничивать, да. Беженцы это те, которые не адаптировались, не устроились здесь на работу, не интегрируются в общество, занимаются криминалом каким-то, продают наркотики из-за этого, да, у них в свидетельности деньги зарабатывают, какие-то драки. Ну, есть какая-то опасность в обществе. И этих людей очень-очень много. И когда там была конкретика в слозунге про Сирию, это не очень справедливо, потому что у нас очень много других беженцев. Здесь есть беженцы из Пакистана, из Афганистана очень много приехало. Также Сирия. Но Сирия это главный костяк. Поэтому, чтобы вы понимали, да, когда говорят сирийские и беженцы, это весь вот этот костяк имеется, вся кларка как бы имеется в виду. Ну, естественно, вопрос России первые дни обсуждался категорично, да. Сразу оппозиции заявили о том, что мы будем вводить санкции, если вы нас выберете, и мы не позволим поставить нашу страну в одни ряды с Ираном, Ираком, Россией, там, и кем-то еще каких-то, да, странам. В свою очередь президент, которая ведущая партия, говорит, нет, все останется так, мы будем, как он называет, демократия, из своей точки зрения, мы будем демократично общаться и крутиться, как и раньше, по сути, сидеть на двух стульях, и вам, и нам, и всем, типа, будет комфортно, будет стабильность. То есть здесь упор идет на стабильность. А у оппозиции на нестабильность, на реформы, перемены, они планируют перекраивать экономику, политику, коррупцию, и все, короче, вот так. То есть, по сути, у избирателя сейчас, турка, все очень просто. Ты хочешь, как было раньше, и я тебе гарантирую, что будет дальше и так, и неважно, в каком направлении, да, мы идем. Или ты хочешь перемен, изменений в жизни будет не очень легко, но потом со временем все воздастся. И вот люди стоят перед этим выбором. Вообще тема национальная, иммигрантов, религиозная туда подмешана. Эти стычки, провокации первые дни после выборов также продолжались, но на самом деле они потихонечку заглохли. Вплоть до того, даже я вам давайте приведу пример. В понедельник, после 20 мая, 19-го были выборы. Да, действительно был факт. В Стамбуле, там, надеяться, упала девушка, там, 20 с лишним лет, покончила жизнь самоубийством, она прыгнула под поезд в метро, с предсмертной запиской покончила с собой. И предсмертная записка, как бы, ну, неизвестно, насколько это достоверно. Не было экспертизы ее почерка, а просто типа записка. Откуда, как она взялась? Ну, может быть, это она и есть, да? А может быть, это поддельное что-то было. Конкретных фактов каких-то нет, да? Которые говорили о том, что 100% это никакой не фейк. Какой там текст? Я покончила с собой, если мы не дословно перевожу, цитируя, общий смысл, потому что не могу продолжать так жизнь. Я живу очень бедно, у моих родителей там нет денег, у меня тоже. Я не могу позволить забрать мое будущее у АКПАРТИ. Президент остается практически выбранный Эрдоган дальше, я не хочу жить при этом, не позволю забрать мою душу, поэтому я лучше себя убью, чем буду жить при этом президенте, по сути, да? Обратиться к психологу я не могу, потому что прием психолога в Стамбуле от 1000 лир, а там у моих родителей нет денег даже на то, там что-то перечислялось, что-то купить. Вот конец предсмертной записки. Даже окей, понимаете, вот ситуация, да, она, конечно же, очень форсилась буквально парочку дней, пока вот не начались вопросы, критики этой почерка, давайте экспертизу докажите, что это вот. Потом потихонечку все это замялось. Ну, сама суть-то, даже не важно о достоверности этой записке, но это на поверхности то, что сейчас происходит в обществе. Очень большое разграничение. 50% населения хотят продолжать жить так же, как это было, потому что они как-то устроились, им как-то удобно или не боятся очень сильно перемен. Другая часть общества, которые называют себя светскими, да, они за перемены, за... Они видят там какие-то моменты недемократичные в стране, типа нет свободы слова, неравенство, очень большая исламизация общества, отходим от каких-то прав человека, очень сильно они нарушаются, и свободу слова нет в стране и так далее. То есть там очень много садят журналистов, писателей, каких-то активистов, деятелей. И, по сути, здесь в предвыборной кампании и выборах отражен вот этот раскол общества. Главная проблема всей страны — это раскол. И ни одна из сторон, ни оппозиция, ни ведущая партия не предлагают всем вместе жить дружно. Каждый взаимоисключает друг друга. И это, не забываем, 50% страны. И вы представляете, если мы кого-то одного, какую-то часть все равно в итоге выбираем, возникает вопрос, а как вы будете жить с другими? То есть это в любом случае этот конфликт будет продолжаться, вы их не принимаете. Вот об этом сейчас в обществе думающие люди думают, рассуждают, обсуждают и так далее. Если мы берем по выборам и процентам, очень много было процентов голосов, также был хороший рейтинг в Кахроман-Мараши всей этой области, Хаттай, где было землетрясение, когда никто вообще не прогнозировал, что там люди массово, активно, больше 60% проголосуют за президента. Когда говорили о коррупции, о разрушении домов, что им пришлось пережить, все были в шоке от их показателей. Это очень легко объяснялось. Были очень много сюжетов на телевидении, потому что люди веют хотя бы. Ну да, типа произошло, мы потеряли имущество и родных, но нам хотя бы пообещала эта партия, президент, что все восстановят. Видите, дома же как-то строят, что-то нам дают, нам же помогают, нас хотя бы тип не бросили. Поэтому мы проголосуем, потому что нам надо как-то выживать, надо что-то нам как бы получать. Они здесь больше сейчас переживают о курсе валют. Он потихонечку, он сдерживается, но у нас появилась информация о огромном истощении валютных резервов страны. Катастрофически просто, да, вот в эту купышку государство сейчас максимально залазит. Залазило апрель, весь вот это предвыборное время, март, апрель, май месяц. Очень много денег забирали, вкидывали в экономику для замедления предвыборного, естественно, хороших показателей инфляции. И показатели были действительно хорошие. Раньше у нас под 80% было официальных Туркстатом, потом по 53% у нас перед выборами началось. Очень сильно они ее замедлены, но резервы заканчиваются. По факту, если вы приходите в банки, деньги наличку, то есть не выдают или стараются уйти от этого, имейте в виду, кто сейчас где-то иностранцы здесь, какие-то деньги в банках пытаются в валюте именно забрать. Физические и юридические лица. Сначала это все началось с юридических лиц. Вот на данный момент официально у нас есть лимит, что банк выдает долларами в день наличка на юрлицо 5000 долларов. Если это большой бизнес, это просто пыль. Это не деньги вообще, это очень мало. Для юридических лиц это очень низкий лимит. Даже если у тебя какая-то маленькая компания, все равно это ни о чем. Каких-то ограничений для физических лиц нет, но просто если вы приходите в банк, вам могут сказать, скорее всего, ой, денег нет, ой, система сломалась. Сейчас это ой, система не работает, ой, не могу выдать, компьютер сломался, не могу зайти в систему, извините. Это не от меня зависит государство, система, все. Стараются максимально ограничить выдачу именно валюты. Или если вы хотите получить деньги, получайте в лирах, пожалуйста, лиры есть от валюты просто у нас. Они пытаются сохранить валютные резервы. Пока резервы у нас есть, курс не растет. А государство потихонечку ковшечкам этот резерв вычерпывает. И пытаются даже такими моментами закрывать эти дыры, чтобы курс не скакал, и все, естественно, инфляция не поднималась. Из такого общего это не стопроцентная, скажем так, информация из официальных источников. Это моя личная информация, я буду за это ответственности, что сейчас скажу. Юридическим лицам, вот после выборов с 22 где-то мая, числа, не выдают фактически кредит в банках. Есть такие ответы, порой даже приходите после выборов, когда мы будем уверены в курсе валюты, если он устоит, то мы вам кредиты выдадим. Именно юридическим лицам для бизнеса, для работы, для компаний. Очень трудно взять кредит. Официальная ставка 12%, ну, 11-10, по-разному. Реально, по факту, 12% взять кредит для компании, юрлицу сейчас. После выборов, говорили банки, ну, 50% годовых, и мы вам выдадим кредит. Конечно, никто это ни делал, ни брал. То есть все люди в ожидании этих выборов. Что же все-таки с курсом-то у нас будет? Страшно. Мы, если бы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое, но очень страшно. То есть пугает людей в основном здесь, кто работает с деньгами или кто свои деньги считает, думающие, скажем так, население. Людей пугает не сам выбор и кто будет президентом, многим уже без разницы, а экономически, неважно, кого выберут, что будут делать с экономикой. В Кахраман-Мараши, в Адане продолжали всю эту неделю землетрясения по 4,6-4,9 баллов. С одной стороны, это не супер как-то прям много, это терпимо, но они были не на большой глубине, в 5 километров, то есть ощущались. И все, конечно же, ждали, что, боже, и не дай бог еще сильнее. То есть масштабы того, что усиление этих, может быть, это предтолчки, что потом будет что-то посильнее. Люди такие были, скажем так, нас трем и побаивались. Затем у нас пошли наводнения, опять же, в этой же Адане. Я вот вообще всегда уже вам давала аналитику, что когда землетрясение, у нас начинаются какие-то природные катаклизмы. То дожди, то сильный град выпадает, потом из-за дождей сель какой-то сходит, размывает дороги, прям катастрофические ливни. То есть вот эти катаклизмы с природой, они продолжаются. Вот у нас потрясло недельку опять в территории Аданны, как Роман-Мараш, Хатай. Пошли сильные ливни. Ливни у нас были там же в Адане, в столице Анкаре очень сильно. В столице Анкаре уже вообще две недели периодически что-то заливает где-то или окрестности Анкары. В общем, всяких социальных новостей к нам вернулась команда опять, опять каждый год, потому что одно и то же по волейболу турецкая команда. Вообще, турчанки, они самые сильные, по сути, в Европе, в чемпионате, в мире по волейболу. У нас просто очень хорошие тренеры волейбольные. У нас очень много и иностранок играет, и турчанок в команде в сборной страны, национальной, и вообще в частных компаниях. Но тренер очень сильный именно по волейболу. Ну и в очередной раз девушки заняли чемпионство, выиграли Европу, мира. В общем, это уже здесь особо не новость. Их, конечно, чествуют, встречают в аэропорту, очень гордятся, но это уже очень приелось, назовем тогда. Ничего нового, какое-то не суперогромное событие. Плюс еще чемпионат Европы был по другим и по боевым искусствам, по борьбе там. Опять же, турки занимали призовые места, с чем, собственно, всех и поздравляем. Для туристов или кто планировал поехать еще в Турцию летний сезон из России, сейчас вам зачитаю, что авиакомпания Red Wing, SmartAvia, они могут запустить прямые рейсы из Петербурга в Измир. И Azure Air тоже получил разрешение на выполнение полетов из Омска в Анталью. Но это с русской стороны это разрешение они получили. То есть увеличится количество прямых рейсов в Турцию из российских городов. Кстати, немножко еще о политике. Тоже была провокация, но она особо не залетела скажем так в поле зрения людей. Начались же у нас выборы уже неделю с 24 числа идет предвыбор за границей турок. У них еще якобы увеличилась явка, еще больше людей пришло голосовать патриотично. Кстати, без особо каких-то костюмированных шествий просто выстраивались очереди огромные к избирательным пунктам. Они у нас находятся в консульствах. И в Нью-Йорке консульство турецкое, дом Турции, ну там и консульство там происходят выборы. Неизвестный напал и ломом разбил окна в ночное время. На камеру его записали. Ну, в общем, все выказали как бы Министерство иностранных дел Турции все плохо накажите. Американские США тоже сказали да-да-да найдем накажем. Побухтели немножко, поснимали всю эту историю и заглохла эта тема. И последняя такая социальная новость. Я пока не видела какого-то подтверждения официального заявления, но в газете Турецкая с утра сегодня я видела новость о том, что президент, якобы вчера на митинге, он заявил, ну или как бы назовем бы государство, заявило о том, что штрафы, которые были взяты с людей за не ношение маски в общественном месте во время ковида будут обратно им выданы и перечислены на их счета, когда они оплачивали эти штрафы. Интересно очень, да, видимо, это такая приятная, как сказать, вы помните, у нас было повышение за три дня до выборов на 40% госслужащим зарплаты, видите, на выборы, да, за меня голосуют. Сейчас у нас такая история, будем все, кто маски, короче, носили, мы им денежки вернем, некий такой, назовем так, подкуп, но в кавычках не в прямом смысле. Если так и будет, то окей, почему бы и нет, штрафы были не маленькие, 3-5 тысяч лир, это существенные деньги. Спасибо всем, что посмотрели новости Турции на данный момент, что на стране происходит. В инфобоксе под видео остается ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей Турции. Обязательно подписывайтесь и будьте в курсе всех самых свежих новостей. Но следующий наш выпуск уже будет после выборов, мы с вами разберем, немножко дадим аналитики и посмотрим, кого страна выберет и как отнесется к кандидату, который будет у нас президентом страны. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.